Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, Екатерина. Я думаю, что сама идея ревности, она достаточно поверхностная, потому что в основе лежит страх, в основе лежит страх одиночества. Такой, довольно-таки осознаваемый, конечно. Вот, но в глобальном смысле, можно сказать следующее, что вам, для вас, для вас, ваша жизнь опирается только на вашего мужа. И само по себе, это нейтральный процесс. Это нейтральный выбор. Ну, просто, потому что вы можете выбрать то или другое, можете выбрать опираться на мужа в своей жизни или нет. Если опираться, то насколько сами по себе выборы не являются плохими или хорошими, правильными или неправильными. Выборы, конечно, могут быть обосредованы, безусловно, чем-то и они обосредованы. Но не всегда имеет смысл пытаться узнать, чем они обосредованы, потому что это мало на что влияет для реально существующих вещей. Реально существующие вещи заключаются в частности в том, то что очевидно скажу, в частности в том, что вы не живете своей жизнью. Раз, два, вы не выполняете личные границы своей и другого человека. Три, я бы сказал, что вы не развиваетесь сами, то есть вы не ощущаете своей собственной ценности. Вот эта вот идея, что, о, мой муж, там... Ну, не с любой, но он с кем-то может изменить и изменяет. Вот. Это же, собственно, чего и больно. Это же то, что сталкивает вас с болью от ощущения, чувства, что вы неценны. И, как мне кажется, с вами достаточно давно, достаточно долго. Я не скажу, что всегда были, но достаточно давно и долгом это, мне кажется, стопроцентный вариант. Вот. Значит, в этих направлениях вам, на мой взгляд, и надо бы двигаться, повышать ценности своей жизни, развиваться, смотреть на что-то еще помимо музея. А если смотреть на музея, то оставаться замечательным днем, как можно больше всего себя изучать, исследовать себя. Вот. Ведь, понимаете, как мне кажется, парадоксальность заключается в том, что в ревности почти всегда есть злость, агрессия. И... с чем связано ее возникновение? Вообще-то с... Вот. Сложно, наверное, вам будет это принять, но... с потребностью в защите, в... опоре, да, некой поддержке, подпитке. И в то же время... И в то же время... это желание ополкнуть человека, это желание самостоятельно сделать, сделать шаги сразу после того, как ты подпитался. А... мне кажется, к такому... вот... контакту между вами и людьми и другими, не только мужем. Вот. Иди и сказать... Знаешь, мне кажется, что я никому не нужна. Мне кажется, что... во мне нет никакой ценности. А... мне больно от этого. И вот, когда удается переживать, постепенно приходя к сознанию... что... я сейчас скажу, вас, может быть, ну... никак не тронет, но... эм... если... эм... самостоятельно это проживать, то... эм... эффект будет другой. Эм... постепенно приходя к осознанию, что... когда вам больно от того, что вы осознаете свою неценность, вы уже ценны, потому что здесь есть чувства. Здесь есть... эм... эм... ну... определенная энергия. И это даёт вас ценны, потому что... только вы это чувствуете. Никто больше этого не чувствует. Даже если... эм... человек... эм... переживает примерно то же самое, что и вы, даже в этом случае, эм... все равно будут другие... другие чувства, другие эмоции, другой конфликт. В этом смысле вы... уникальны. И в этом ваша ценность. Ну и... эм... дальше она, эта ценность, я имею в виду, там, купон нарастающий, идёт. Вот. Эм... собственно... Что говорите вы? Эм... как побороть? Как побороть? Ревность. Это как себя убить? По сути, спрашиваете вы. Вот. Ну... Путь никуда. Вот. Боль и обида. Естественно. Ведь из-за ревности, эм... увеличивается эм... значимость человека. Возможно, даже образа человека. Возможно, вы реального человека не видите. А видите образ, который нарисовали. Из-за повышенной значимости образа, вы не являетесь собой. Многое в себя подавляете, вот вам более обиды. А если вы себя подавляли ещё раньше, то более обиды, естественно, больше, естественно, более интенсивнее они себя проявляют. Ну, понятное дело. Вот. Вот. Понимаете, что я имею ввиду. И, соответственно, задача специалиста, по крайней мере, в той... школе... в том направлении... Которое мне близко заключается в том, чтобы последовательно позволить помочь вам себя начать ощущать, опираться на свои силы, видеть свою ценность, чувствовать её и соотносить свою ценность и ценность других людей. Сделать это можно со специалистом в полной защищённости взаимодействия. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ даст вам путь для формирования обратной связи, вот, которая подслужит началом психотерапии. Всего вам самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...